Сейчас я не понимаю, что надо оттуда уходить, бежать. Вот вы представляете себе депутата Верховной Рады, который сидит в эфире в Москве и говорит, что ваша фашистская власть Путина, или ваша белая... Нет, я просто говорю, вы же говорите, что у нас фашистская, но я просто говорю... Нет, дослушайте, дослушайте, просто у меня вопрос, где корректность? Вы депутат другой страны. Я выражаю интересы своих избирателей, понимаете, меня для этого сюда послали. Я должен говорить правду, потому что я думаю. А неужели вы думаете, Мустафа, что Виктор Андреевич Ющенко хочет хороших отношений с Россией? Неужели вы правда так думаете? Ответьте мне. Секундочку. Я не отвечаю за глупость политика в этой стране. Ответьте на вопрос, Мустафа. Я отвечаю на вас. Ответьте на мой. Вы неужели думаете, что Виктор Андреевич Ющенко... Ну зато у тебя футбол, а у нас его нет. У меня футбол, у вас нет. Я понимаю. Господин Марков, вы знаете, что такое город Чоп? Это самая западная точка самой западной Украины. Где у меня с самого раннего детства был выбор. Идти в русскую школу или в венгерскую. Угадайте с трех раз, какой школы там не было. Это по поводу насаждения украинского языка и так далее. Это во-первых. Во-вторых, по поводу дружественной политики. Сейчас венгерская есть там? Есть венгерская. Замечательно функционирует мой брат, директор школы. Вот. Да. Теперь... Это что, опять тропяр. Нет, ну что так, подожди. Вот вы можете представить где-нибудь, где-нибудь в таких украинских районах, как Тюмень, Сургут, да, где наших очень много, какое-нибудь движение, например, Уренгой, там Сибирь, Ивано-Франкивск. Это я в аналогию там Севастополь, Крым, Россия. Замечательная организация. Целых 12 членов. И финансирование, и флаги, и транспаранты, и митинги. И скажите, что Россия к этому не имеет отношения. Я просто говорю факты. Но это же правда. Мы любим тех, кто любит нас. И для того, чтобы не возникало сепаратистских настроений в Украине, нужно уважать этих граждан. Они говорят на русском языке дома. Они имеют право учить своих детей на русском языке в школах. Они имеют право учить в университетах своих детей на русском языке. А министр Вакарчук запрещает этому делать. И вы это знаете. Они имеют право в парламенте говорить на русском языке на своем родном. Потому что русский язык, это язык, на котором говорят половина Украины. Не оскорбляйте эту половину Украины. Не пытайтесь делать у людей второго торта. И они ответят вам в благоу...